Микс Ньюс. Утро на Болткоме. Продолжается утро, ну уже завершается, можно сказать, утро на Болткоме. В последней части появляется Маркус Рива, наш латвийский певец. Доброе утро, Маркус. Доброе утро, доброе утро. Мы все время у всех наших гостей спрашиваем, как прошло вот это время карантина, насколько сложно было, ведь все артисты жаловали, что, ну вот когда пропали концерты, нет возможности общаться с публикой, вот кто-то пытался через интернет какие-то свои концерты организовывать, вот как у тебя было? Я попробовал все, и пожаловаться, и сделать онлайн-концерты тоже, но в целом я сейчас смотрю на это все очень продуктивно, потому что я во время карантина, не знаю, получил очень большое вдохновение и написал очень много новых песен, которые сейчас можно собрать в альбом, и надеюсь, что в этом году буду выпустить альбом и на латвишком, и на русском, и как-то мне кажется, что в каждой ситуации надо найти позитивную сторону, и всегда будет плохо, всегда будет что-то недостаточно, всегда будет о чем жаловаться, поэтому лучше это все не делать, а просто выбрать хорошую сторону. Мы вот как раз до перерыва говорили по поводу того, как на творческих людей по-разному влияет, на всех людей по-разному влияет, но на творческих людей влияет именно вот этот карантин, вдохновение и не вдохновение, могу писать, не могу писать, вроде как вот свободное время, занимайся как раз-таки вот этой работой, но кто-то просто не мог себя заставить. Я как-то, не знаю, как-то заказал кому-то там наверху этот вдохновение, но было то, что было побольше время, и не бегать, и не… Без суеты, да. Без стресса, жизнь такой спокойной, и поэтому ты можешь побольше послушать свой внутренний голос и почувствовать, что там внутри, о чем ты думаешь, о чем ты чувствуешь, о чем ты вспоминаешь. Поэтому есть это… Побольше там внутри есть места, которые потом использовать, и мне кажется, когда твоя голова такая… Не то, что пустая, там все равно что-то есть, но нету этот обычный стресс, когда там концерты, и надо то, и то, и то, постоянно ты работаешь, а сейчас ты можешь реально… Я очень много ездил на море, там в лесу гулял, просто был очень близко тоже к природе, и может быть тоже это очень много вдохновляет, и у тебя реально есть очень много времени подумать о жизни. Ну, недаром говорят, что Шекспир написал как раз-таки свои лучшие пьесы, по-моему, «Короля Лира», вот во время эпидемии чумы в Лондоне, когда он сидел, вот у него было время. Ну, я надеюсь, что это будет мой лучший альбом. Вот, кстати, мы знаем, что песня, которую мы еще послушаем, ты был автором и музыки тоже, «Белые ночи». Да, да, музыку я изначально написал, и самая идея родился изначально на латышком, но все равно это была песня, которую я чувствовал, что она будет звучать очень хорошо и на латышком, и на русском, поэтому я позвонил своего друга Игоря Татаренко, который живет в Киеве, и чтобы он мне помог с текстом, потому что, конечно, есть уже пари песен, которые я сам пишу на русском, именно стихи, но тут как-то было сложно, поэтому он помог мне это все сделать, написать, и он, кстати, автор музыки и текст тоже на другие мои песни, и поэтому у нас уже такая обычная коллаборация, и очень легко все получилось. Как на расстоянии работать? Вот как раз, да, я хотел вопрос. Это, не знаю, хорошо, что есть телефон, есть Wi-Fi, и есть всякие телеграммы, и там мы общаемся, и поэтому это как будто кажется, что далеко, но на самом деле не так далеко. А вот это то, что закрыта граница между государствами, я знаю, что ты выступаешь и в России, и в Украине, то есть во многих странах, не только в Латвии и Балтике, вот это тоже ведь, наверное... Это да, это был такой момент, то, что, конечно, уже много времени я не ездил и ни в Россию, и ни в Украину, поэтому как-то кажется, что все на паузу, и скучаю, конечно, потому что у меня отменилось достаточно много выступлений, которые были и весной, и в летом, но надеюсь, что в осень уже что-то потихонечку уже откроются границы, и кто-то придумает наконец-то какие-то вакцины, лекарства, чтобы этот вирус остановил нас. А сейчас уже есть конкретные планы, например, на осень? Да, планы очень сложно настроить, потому что как будто идей и желаний есть очень много, но это сложно сделать, потому что пока неизвестно, какие возможности будет ездить, потому что из-за этого в Европе что-то откроется, но тоже через неделю, может быть, уже закроется, поэтому все как-то на грань сейчас. Но тут на месте тоже, конечно, есть планы, и уже в августе появились пары выступлений, и 9 августа будут праздники в Риге, в Вэтсмилл Гравис, там 3 часа дня я буду выступать в Вэтсмилл Гравис в Риге, и 15 августа буду ездить в Далгопилс, там тоже будет концерт, поэтому, слава Богу, что что-то уже начинается, и надеюсь, что все-таки будет лучше. Какое-то движение. Ну вот мы как раз говорили о том, что с 1 августа уже смягчают требования к дистанции, и эта возможность все-таки не так, но там раньше нужно было рассаживать через 2 метра каждого зрителя, и вот сейчас это дает возможность хотя бы проводить более-менее массовые мероприятия. Абсолютно, да, потому что пока еще лето, и достаточно нормальная погода, тогда все какие-то концерты, выступления можно сделать на улице, но я боюсь, что будет весной, не весной, а осенью, потому что погода уже не будет такая, чтобы сделать все на улице, но надеюсь, надеюсь, что... Ну, я думаю, что тоже люди будут думать, как это все сделать, потому что в каждой ситуации тоже надо просто чуть-чуть подстроиться и принимать все эти моменты, которые есть. Я не могу не воспользоваться возможностью спросить. Возможно, вы слышали по поводу идеи, чтобы на радиостанциях латвийских было 40% латвийской музыки, чтобы четко каждая радиостанция, вот эта вот квота была. Вы как музыкант к этому как относитесь? Как музыкант я очень позитивно, потому что, конечно, для нас это очень приятно, но, конечно, я слышал тоже мнение людей, что не вся музыка качественная, не все песни нравятся людей, но это тоже с американскими, не знаю, другими авторами, не у всех людей нравится вся музыка, это, понятно, всегда так будет и было, поэтому я думаю, что все равно это был бы очень хороший плюс для наших местных артистов, потому что наша музыка тогда была бы более узнаваемой, и люди будут чаще сходить на концерты, они будут знать эту песню. Это, ну, не хочу сравнить музыку с продуктами каким-то, которые нам показывают по телику, или на радиостанции есть реклама, но эта музыка тоже, мне кажется, можно, чем больше она крутится, тем больше она станет хитом. Ну, а хватит у нас ресурсы, это все-таки разные, почему я спрашиваю именно про все радиостанции, потому что разные есть жанры же, да? Это, да, тоже момент, потому что у каждой радиостанции есть какой-то свой формат и свой, ну, что-то свое, поэтому я не считаю, что всех радиостанций это должно сделать, но там, где формат позволяет, там было бы отлично, да. Ну, а вот что дает, вот, например, социальные сети, возможность, там, YouTube, Spotify, вот они продвигают латвийских музыкантов, как вот здесь происходит, они помогают? Абсолютно помогают, и с этим надо тоже работать, и я сам очень много с этим работаю, потому что, ну, это нужно сделать, и мы живем в таком времени, когда у тебя есть бесплатный ресурс, который ты можешь использовать, чтобы продвигать свою музыку, и не только музыка, каждый бизнес должен с этим заниматься, или это одежда, или этот какой-то магазин, или даже юридическая фирма. Мне кажется, это реально хорошая возможность бесплатно это сделать. Конечно, есть возможность там кладываться, чтобы еще через эти сети еще промотировать себя, но не всегда надо жаловаться, что нету деньги для этого, если все эти сети, они, мы же используем это все бесплатно, поэтому просто надо работать. И я знаю, что есть артисты в Латвии, которые это не используют. Почему? Я тоже не знаю, но, может быть, это тоже формат каждого артиста, там, жанр, может быть, они считают, что, например, там, для джаза, джазовая музыка, это не надо, но, мне кажется, тоже джаз надо промотировать, потому что люди разные, кто-то слушает джаз, кто-то не слушает, кто-то классик, кто-то по попсу, кто-то роки, и поэтому, да, между кое-то. А какие виды социальных сетей, вот, например, больше тебе вот по душе, есть же, и ВКонтакте у тебя есть профили, и там, и Фейсбук, ну, то есть, вот, чем отличаются Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, Драуги, МЛВ? Везде есть, да, какая-то специфика, но, слава Богу, что у меня есть команда, которая мне помогает, привет! И я больше всего, использую, наверное, Инстаграм, потом, потому что мне нравится создать картину, создать какую-то, не знаю, создать атмосферу, и я, может быть, не всегда пишу там длинные тексты, но все равно в Инстаграме я общаюсь и на латышком, и на русском, и на английском, и очень разные аудитории у меня там есть, и в Ютуб, конечно, использую, и в Фейсбук, сейчас актуален стал ТикТок, это я люблю, потому что, я не знаю, он тут что-то такое, позитивный, не серьезный, совсем не серьезный, там, не надо быть серьезным. Подурачиться можно, мне кажется. и там тоже другая аудитория, конечно, есть взрослые люди, которые там тоже смотрят, но там аудитория, на самом деле, очень такая молодая, и через ТикТок тоже можно продвигать свою музыку, и свое творчество, поэтому, мне кажется, сейчас надо использовать просто все, потому что, или там 10%, там 10%, там 20%, там, мне кажется, это все суммируется в каком-то... хороший результат. Да, да. Но я всегда вот восхищался Маркусом тем, что насколько вот мерчандайзинг, там, плакаты, календари, там, вот столько там... Во время карантина начинал сделать свой фуд-блог, я то, что стал веганом, хотел, ну, я люблю всякие кушняшки, и начинал сам все делать, и было тоже время, когда там заниматься, сделал уже свой фуд-блог в Инстаграме, где я вкладываю всякие разные рецепты, по-веганскому слайки, там можно... Ну, там я сделаю и там маффинсы, без сахара, без глутена, без яйцев. Это супер ЗОЖ. Ну, типа, да. И там сникерсы, все какие-то свои сделаю, и для меня это тоже интересно, может быть, когда-то открою кафешку из этого. А вдруг? Ну, Тут недалеко. У меня вопрос по поводу слушателей ваших. Вот вы за время пандемии, может быть, был какой-то отклик, что люди там, не знаю, откуда-нибудь из Южной Кореи, например, писали, что вот мы слушаем вашу музыку, давайте еще. Не было такого, что из каких-то вот таких необычных мест? и не только во время карантина, и даже до этого, и даже сейчас, и вчера, когда я выпустил новую песню, тогда мне писали, по-моему, это было как раз Корея, что поздравляем с новой песней, и я знаю тоже по поводу моего мерчандайза, который luckyonestore.com, где я делаю всякие свои дизайны, там часто заказы есть не только из Латвии или там из РС, но тоже там заказы есть и из Финляндии, там, Германии, даже Мексика был один раз, Бразилия, Китай, да, так что это тоже плюс соцсетей, то, что мы можем общаться с людьми по всему миру. Ну и вот, кстати, настолько меня поразила эта интересная такая вот акция, которую Маркус Рива предлагает молодоженам, тем, кто собирается играть свадьбу с августа по ноябрь 2020 года, может быть, Маркус расскажет нам поподробнее о том, что это будет. Да, мы решили, что надо сделать что-то интересное с новой песней и как раз русскоязычная версия очень романтичная и может стать как, ну, если не первый танец, тогда второй точно, потому что первый, наверное, там, Вивалды или, не знаю, там, что-то, что-то такого классического надо выбрать, но второй танец как раз может быть Маркус Рива и песня «Белые ночи», поэтому мы сделали такой конкурс, где все могут участвовать, который скоро будет выходить замужем, и там ничего сложного не надо сделать, надо снимать какое-то романтичное видео, вкладывать в Инстаграм, и отметить меня, и потом мы выбираем самое лучшее видео, и потом приедем на свадьбу, То есть, Маркус приезжает на свадьбу и споет для молодоженов, под которые под эту песню можно будет станцевать или первый, или второй танец. Да, чай, потанцуем и споем. Потом вторая песня, а там уже и остаться можно. Ну да, ничего нет, сейчас выступлений не так много, поэтому я думаю, что и для все участники это будет интересно, и для меня тоже что-то необычное. Вы не боитесь, что теперь завалят вам весь Фейсбук, Инстаграм и прочее и его там не разгребят? Пусть это происходит. Если все видосы будут хорошие, тогда даже на всех свадьб приедет. Приходилось ли вообще выступать на свадьбу, зовут ли часто, но просят выступить? Бывает, да, бывает, и в этом году как-то пока не было никакие там свадьбы, но другие годы да, и я вспомню еще очень ярко, что 6 лет назад я работал еще как ведущий на свадьбе, и там был на английском и на русском, тогда мой русский был совсем нехороший, и это было очень интересно, сложно, но после этого я начинал побольше, побольше учиться и говорить на русском, и через неделю я поехал на шоу, хочу к младшему. Так все совпало. Ну что же... Если еще про Россию говорить, и про Меладзе и прочее, сейчас мы видим, что сложности с границами, но при этом, например, то же Министерство культуры высказывалось по поводу того, что артисты, которые ездят с гастролями, то есть сюда можно пригласить кого-то и не проверять их, например, если они из каких-то стран, и им не надо 14-дневный карантин сидеть, вернее. Вы что-то слышали? Это как-то может помочь в гастрольной деятельности? Абсолютно, да, потому что я тоже думал про то, как ехать в Москву или в Киев, потому что если я приеду там, тогда я должен там сидеть в карантине на 14 дни, и потом, когда я возвращаюсь тогда опять, это целый месяц, целый месяц просто сидеть дома, это... Там можно 4 альбом написать. С вашей энергией так точно не удивлюсь. Ну что же, я думаю, что самое время нам послушать эту летнюю очень романтичную песню «Белые ночи». Спасибо большое, мы говорим. Я только коротко, быстренько расскажу, что еще сегодня ждет. Очередной насыщенный день Мэлла Контрола после 13 часов, 12 часов культурная среда будет, после 14 часов неплановый разворот экс-министр охраны среды регионального развития Эдгарс Заланс будет после 15 часов российский экономист, финансист, специалист по инвестициям Андрей Мовчан. С 17 до 19 вечерний интерактив Анна Смирнова и Вадим Родионов проведут. И Анна Смирнова сегодня день рождения, с чем мы ее и поздравляем. Ну а сейчас, да, песня Маркуса. С днем рождения!